Ребята пока только привыкают к распорядку дня в оздоровительном лагере и знакомятся с территорией. Смена воспитанников Малой Академии Наук в Ласпи стартовала меньше недели назад. Но их период пребывания выпал на День Победы. К празднику в лагерь привезли частичку Вечного Огня с могилы неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. Мы проводим торжественную линейку и церемонию передачи факела от Вечного Огня в Александровском саду в лагере Ласпи. Кроме торжественной линейки большой праздничный концерт, викторина по знанию истории нашей с вами Родины. И, конечно же, вечером мы обязательно посмотрим художественный фильм о войне. С 2020 года лагерь Ласпи принимает юных гостей круглый год. К нам приезжают как на отдых, так и на учебу ребята на протяжении всего календарного года. Сегодня вместе с Малой Академией наук города Севастополя мы проводим образовательную смену, куда приехали талантливые, одаренные дети, прошедшие специальный отбор для того, чтобы получить более глубокие и прочные знания по своим дисциплинам. В лагере сегодня находится 115 детей. Мы проводим 4 раза в год. Две смены у нас весенние и две осенние. По 100 ребят. То есть в год у нас более 400 ребят занимаются различными направлениями. Это и программирование, робототехника, языки, самбисты, шахматисты. То есть все направления в рамках работы Центра выявления и поддержки одаренных детей. За короткий промежуток времени юные таланты успели подготовить к празднованию 9 мая творческие номера. Ребята, оказавшиеся на смене Малой Академии наук в лагере Ласпи, встали в один ряд сотнями тысяч участников международной акции «Огонь памяти». Мы в третий год участвуем в акции «Огни памяти». Замечаем, что география ширится каждый год. Я уже говорила об этом, еще раз подчеркиваю. 14 стран мира в этом году улетел огонь. Во все регионы Российской Федерации увезли частичку вечного огня. И было отрадно видеть даже немцев, которые приехали за вечным огнем. Мы им желаем успеха и желаем довести этот огонь до Германии. 9 мая частицу вечного огня из Александровского сада участники движения «Народный фронт» передали также Балаклавскому совету ветеранов. Антон Шачков, Юрий Реутин, Севинформбюро.